Записываю короткую лекцию с разбором идеи, которые мне вчера прислали Дима, Сережа и фильм, который мне прислал Саша вчера. Все они так или иначе относятся к тому, о чем мы говорили воскресенье на мастер-классе и предлагают какие-то решения для нашего фильма. И я сейчас при вас разберу эти идеи, выскажу свои мысли по их поводу и подскажу, куда двигаться в случае, когда такие идеи приходят. Они все мне присылены были ВКонтакте, но я их всех скопировал сюда в идею, где можно их посмотреть. И в конце скажу, с чего я начну работу над миром персонажа. Вот идея Димы, вот я их вот здесь сейчас уберу, чтобы было видно. Примерно, чтобы вы можете почитать, я черным выбрал самое основное, что мне показалось в идее. Значит, что хочется сказать в первую очередь по этой истории. Для меня, когда я это прочитал, несмотря на общность темы и общее направление мыслей, мне показалось, что это история из другого кино. Почему? Не потому, что я не принимаю идеи или еще что-то, а скорее потому, что для меня идея и для меня сюжет и идея, а здесь естественно изображен сюжет и общий мир, сеттинг истории, про знахаря, крещение, борьба вокруг этого, история с братом, про Лисмурт, видимо, это Нюлмурт имеется в виду. Значит, и здесь очень много идей про сеттинг, очень много идей про атмосферу и задачи вот героя. Для меня идея, ну, кто прочитал, кто не прочитал, значит, можете за поводу поставить и прочитать. Для меня идея, это в первую очередь герой, кто главный герой, чего он добивается, что ему мешает и такой проверочный вопрос, как это показать и можно ли это показать вообще без слов. И здесь, конкретно в этой идее, почему мне кажется, что это немножко не наша история, потому что здесь герой. Ну, то есть мы долго работали для того, чтобы прийти к какому-то герою определенному. Я героя не вижу в этой ситуации, потому что я не очень понимаю, каким образом вот здесь, в этом раскладе, чего хочет персонаж, чего хочет героиня. Я так понимаю, что героиня все еще дочь, в задежде передать ему знание знахеря, героиня захотима чувства ины. Ну да, вот она, героиня. Значит, а чего она хочет? Чего она добивается? Она хочет, может пробудить брата и помочь присунуть ей смурта. Почему? Как мы узнаем об этом? Вот. То есть, и здесь такой вопрос, он хорош, его хорошо задавать. То есть, вы можете сами его себе задать, я могу это прочитать и сам его тоже спросить себя. А почему вот, или смурт становится, что я говорю, очень классно, мне очень понравилась эта идея. Про то, что подстать мыслям смерть создавая, это похоже на Топи сериал. Я люблю Топи. Ну, интересно, это классная история, что или на фильм 7, например, где там, соответственно, семи смертных грехов убивали. Я так это понимаю. Ну, как-то так это, по крайней мере, мне видится. Ну вот, да, что, значит, сын становится полосмуртом, Нил Мурт там и всех убивает, что он на самом деле жив. Мне это тоже идея очень близка, и мне бы хотелось что-то такое сделать. Но для меня всегда проверочным вопросом к любой идее является, кто чего хочет. И здесь я вижу, да, может она, потому что сильная. То есть, получается, что цель сестры вернуться домой, да, может вернуться в столицу русско-христианского мира. Ну, тогда почему она сразу не вернется домой? Ну, то есть, она приехала, что ей мешает? Что там людей убивают? Почему она тогда не пытается всех вытащить? Как мы поймем, что она должна приструнить этого чувака, взять под контроль? Как это сделать? А это должно быть сразу понятно. То есть, человек приезжает, ему говорят, иди, вот, казни, ну, не знаю, иди, убей барашка вот того ли этого дерева. Или ничего не получится. Или тогда сюжет о том, что она пытается выяснить, что с этим делать. Но тогда большая часть сюжета этого будет, она вот вокруг чего строится. Героиня, допустим, героиня приезжает. Героиня, где там эта херня? Куда делась? Видит мистику. Героиня пытается забраться в мистики. Ну, естественно, это очень условно. Значит, понимает законы мистики, обладевает законами мистики. Ну, и побеждает, да, соответственно. Ну, вот. Ну, то есть, как мне сейчас видится этот сюжет, что она приезжает, начинает твориться какая-то дичь, даже стойки тиран убивают людей. Пытается разобраться в этом во всем. Понимает, что нужно есть лесмурт, который балансирует вот это вот все, контролирует мир. Историю про брата понимает. Понимает эти законы, обладевает законами. Может пробудить брата, да, пытается пробудить его. И, значит, в итоге будет его и спокойно душой возвращается. Ну, по крайней мере, я так это увидел. Это как историю, как сюжет. Вот. Почему мне кажется, что это не из этой истории? Потому что вот этот момент, детективный. Ну, что, может быть, он будет, может быть, не будет. Я пока не готов ответить. Но я пока не вижу здесь четко цели героя. Потому что здесь получается, что она как бы брата должна пробудить. Видимо, ну, брат борется внутри себя со злом. И она взывает к сестринским чувствам. Как Герда, да, в Снежной Королеве. Но там-то Герда, она сразу искала брата. И это была ее цель изначально. Она все эти мытарства проходила, чтобы к нему добраться. А здесь-то у нас получается, что нет. Она знает, что его нет. Иначе бы она не уехала. Если она хочет его найти. Ну, в общем, что я хочу сказать по поводу этой идеи. Мне, честно, я бы отсюда воровал. С большой ложкой. Мне вот нравится идея про мысли. Про крещение. Вот мы разбирали. Вроде как Татьяна говорит, что нет. Такого не могло быть. Но тут можно об этом подумать. Я бы вот что сказал насчет этой идеи. Дим, мы для этого здесь собрались. Для того, чтобы мы все учились писать. То есть я пишу намеренно такую историю, которая была бы правильной. Ну, максимально, насколько я могу это сделать. И ты можешь взять эту идею. И посмотреть лекции, которые я записал. И попробовать из нее сделать историю, которая тебе самому понравится. И поскольку то, что мы сейчас делаем, это нифига не последний проект. Ты, наоборот, первый. И ты, насколько я понимаю, хочешь попробовать себя в режиссуре. То я бы на твоем месте просто делал из этого самостоятельную историю. И потом мы можем ей заняться тоже, когда мы закончим с этой. Пока что я у тебя, возможно, буду красть, а, возможно, не буду красть. Потому что это зависит. Потому что, еще раз, для меня важны вот эти вопросы. И если у меня... Ну, то есть вот я как иду, да, как по моей системе, в которой я работаю. Вот я найду, если здесь мне покажется, что это хорошая идея. То есть, видишь, я ее сохранил, разобрал себе, оставил. И если вот эти вопросы я на них отвечу положительно, то тогда да. Я, ну, типа, я буду отсюда брать обязательно. В любом случае, я считаю, что идея очень классная. И вот баланс миров. Для меня очень интересно, как ты это видишь. И как ты это покажешь. И я бы хотел это посмотреть. То есть, мне бы хотелось увидеть это как идея. Посмотри, пожалуйста, первую лекцию. И посмотри, как выглядит идея. И, может быть, тебе это поможет понять. Вот это вопрос сеттинга, мне кажется, здесь. И если ты поймешь, как это показать, потому что я не понимаю, как это показать. Про баланс миров. Как это выглядит в кино. Как это выглядит в кино. Не понимаю. То это очень крутая история. И, может быть, тебе стоит на эту историю взглянуть именно вот с этого. С момента, что баланс между христианством и язычеством. Между жизнью, смертью. Между природой, человеком, цивилизацией. То есть, может быть, тебе заглянуть в себя и посмотреть лекции. И, может быть, тебе это поможет понять, как выразить вот эту историю. А так, очень классная история. Мне все нравится. Я буду пользоваться твоим материалом обязательно. Но обрати вот внимание на вот эти вопросы. Вторая история. Так, сейчас я вам ее накидаю. Ну вот, можете запаузить, почитать. Вот, почитали. Значит, здесь еще более креативно и интересно уже есть наброски сюжета опять. Потому что вот есть конец, лесной праведник становится наследником. Есть жрицы, есть любовная линия. Вот, здесь тот же самый вопрос. Кто герой? Чего хочет? Герой, то есть, получается, что приходят девушки, которая, значит, хранительница древних знаний. Приходит письмо от, ну, из родного места, где выходят на свободу темные силы. И героиня возвращается, пока выясняется за дело. Вот это, значит, Дим, сразу имею в виду, вот это вот, пока выясняется суть до дела, это и есть сюжет. Вот. Это вот и есть то, что переделает сценарист. Он пишет то, что там суть до дела. Вот что там суть до дела, то есть сценарная работа. Вот, значит, здесь тот же вопрос. Чего хочет героиня? Она, получается, хочет спасти своего возлюбленного. Он узнал, что она сошла с ума, он пытается его привести в чувство. По-моему, это классная история. Ну, это как красавица-чудовище. С ума сошел, вот она к нему пытается помочь. Но здесь вопрос вот какой. Получается, она сразу знает, что он сошел с ума. И пытается его спасти, там в лесу бродит. Или она только выясняет, а все думают, что он умер, например. Или еще что-то. Ну, как бы вот тут сложность. И когда ты с этого поймешь, тебе станет легче разобраться с лесной праведник и их отношениями. То есть нужно очень хорошо понять, какие были между ними отношения. Почему она покинула, уехала, забыть суженного. То есть, почему она решила забыть, а не с собой вести. Вот это все, я понимаю, это удмуртская Ромео Джульет. Плюс касается чудовища. Очень классная задумка. То есть, мне кажется, тут... Мне она даже, честно говоря, больше нравится. Потому что она более самобытная, более твоя. Здесь видно, что ты исходил из каких-то идей, которые я высказал. Ну, которые мы с ребятами сформировали. Здесь очень оригинально. Вот мне кажется, из этого 100% нужно думать фильм. И готовить сценарий писать. Можешь писать параллельно, ко мне обращаться. Вот эта идея, мне кажется, более перспективной. Потому что здесь и любовь есть, и магия. Это такая волшебная сказка. Да, тут, наверное, надо подумать, как это все сделать без бюджета и почти. Но тут, наверное, можно... Ну, то есть, это вообще сейчас об этом думать надо. Разберись, вот на эти вопросы себе ответь. То есть, герой кто? Влюбленная девушка, вынужденная покинуть родной край. Чего добивается? Там, любимого вернуть. Что мешает? Значит, это дух жреца или что там? Какое-то потустороннее существо. Или сам жених, который с ума сошел, да? И как это показать? То есть, диалогов тут... Ну, как бы, иметь в виду, что всегда вам надо... Это не мой кино. Если снимешь из этого, значит, это хорошее сценарь. Вот. Ну, вот. Вот мне нравится эта идея, Дим. Я бы на твоем месте ее развивал. То есть, если у тебя есть именно амбиция сделать свое, то я бы вот это писал на твоем месте и думал об этом. Ну, параллельно с нами, пока мы тут еще все работаем. Вот. Здесь, потому что здесь действительно очень яркая история безумного влюбленного молодого человека и девушки, которая его спасает. Я бы даже... Я не понимаю, зачем вообще ее покидать в Муртию. Но ей запретили, они живут рядом, они не встречаются. Потом она знает, что она сошел с ума. Ну, то есть, здесь мне не очень понятно, зачем этот движок. Ну, то есть, она простая девушка. Вот у Даррели фильм есть. Там парень в армию уходит. Может, он тоже в армию шел. Может, вернулся, с ума сошел. Ну, то есть, здесь, вот, я здесь вижу перспективу. Самобытного, самодостаточного фильма, который ты можешь сделать сам, написать, снять. Это очень перспективная история. Но, еще раз, я снова обращаю внимание. Я для этого, ребят, записываю, опять же, обращаюсь ко всем. Я для этого записываю эти бесконечные лекции, и для этого мы записываем все эти мастер-классы, чтобы вы могли это сами сделать. То есть, если вы, я говорю, допустим, это хорошая история, она сама по себе хорошая. Она хорошая безотносительно того, что мы сейчас делаем. Смотрите лекции, пишите свое, учитесь это делать по технологии Good Story, о которой я вам говорю. Вот здесь, вот здесь я вижу перспективу. Вот это мне история нравится. То есть, здесь она тоже есть, но мне здесь не очень понятно вот эта вот вещь. Я не понимаю, как это сделать. И, ну, это надо, ну, то есть, это я не очень понимаю. А вот здесь все прямо вот хорошо. И, мне кажется, вот надо из этого исходить. То есть, я бы, Дима, на твоем месте, вот, подумал об этом серьезно. Вот. Отсюда буду воровать, да. И когда что-то придет на ум. Дальше идея Сережи. Значит, ну, здесь я, собственно, совсем согласен, если так говорить. Да, мне нравится и то, что Полысмурт каким-то образом в брата приютил и усилился. Мне и нравится про искусственную могилу. Ну, вот, к столу сказать, у Саши вот есть фильм, он мне прислал Божик. Я надеюсь, я скину ее в описании, ссылку, посмотрите. Там короткие довольно. И вот там не искусственная могила, а деревянный божок. Божок. По-моему, это, ну, и более интересно. А могилу можно просто сделать по-другому. Ну, то есть, вот я говорю, может, или она какая-то виртуальная. Вот, потому что, видишь, нельзя могилу ставить дома. Деревянный божок. Образ сына. Ну, такой Вуду, да. По-моему, это ярко, классно, по-удмуртски. Именно, что он деревянный, вытесанный грубо. Никто не знает. Да, вот это мне тоже нравится. Вот здесь я не знаю, потому что я не уверен, что наш знахарь должен иметь скелет. В чем проблема скелетов, ребят? Это же все показывать надо. Ну, то есть, это же нужно целую сюжетную линию выделить просто по то, что у какого-то персонажа, который не главный, плюс он умер. То есть, ладно, это живой персонаж, который взаимодействует с героем. Например, там, его возлюбленный. Вот мы узнаем, что ее возлюбленный имеет отношение к пропаже ее брата. Понимаете, да? Это одна история. Другое дело, если отец, который уже умер, и он уже труп его лежит, и там какие-то убийства. И тут мы узнаем, что отца есть секрет, который вот скелет в шкафу. Это просто не очень... Ну, то есть, как бы, если это понадобится, то это можно сделать. Но поскольку персонаж второстепенный, его скелет в шкафу, он скорее замедляет действие, по-моему. Но может быть и нет. То есть, я в любом случае буду иметь это в виду, это интересная идея. Ну и вот, и здесь вот меня смутило вот что. Да, напускное показное удмурскости, это интересно. Это однозначно то, что я сам думаю об этом персонаже. Отец понимает, что из него выйдет плохо последний. Вот это мне непонятно. А почему? Ну, то есть, отец такой, капец, прогрессист, феминист. Он такой, не, что-то все сильно удмур, давай. Мне кажется, это наоборот было бы плюсом. Ну, то есть, мне не очень понятно, когда мотивация отца. Он такой какой-то сильно мудрый получается, что-то героиня сбежала от него тогда. Старший брат женат. Вот да, вот это, кстати, то, о чем и Дима тоже думал. Про женатого брата, который вышел замуж, женился на какой-то нитой. Но опять же, видите, если он такой, весь из себя правильный, что он будет так себя вести? Не очень понятно. Да, это правда. У нее есть стержень смелости, абсолютно согласен. Вот, то есть, здесь, да, здесь скорее по, история по нашей идее. И, в принципе, я со всем согласен. Но опять же, если ты сам это разрабатываешь, какую-то идею у тебя появляется, допустим, своя, или поотносительно того, просто вот сначала вот эти вопросы тоже себе задавай. То есть, здесь, да, здесь они уже, ну, внутри нашей какой-то, нашей движухи. Вот он, децоцовской любви пришел. То есть, вот, кстати, вот это может быть и была бы история сама по себе. То есть, про отца, который похоронил сына. Посмотри фильм Саши, Божок, он, значит, как раз вот об этом. Вот, ну и здесь Сашина идея и фильм, я его посмотрел, скинем ссылку. Вот, тоже посмотрите, очень колоритная картина. И там есть момент жуткий довольно-таки в начале, который я бы сделал чуть по-другому. Мы с Сашей уже об этом поговорили. Но есть какая-то атмосфера к нам близкая, и я думаю, что мы этим воспользуемся. Вот, на этом, значит, я разбор идеи заканчиваю. Опять же, ребят, все присылайте, все услышано. Я не могу физически согласиться с каждой идеей, но я каждую разберу внимательно и дам вам на подсказку, что с этим делать. Опять же, работаем, да, классно. Я беру ваши идеи, я им пользуюсь, о них думаю, мы их учитываем. Все, что вы скажете, будет использовано за вас. Но сейчас, вот, я высказал свои мысли, мне так проще просто, потому что, чем писать ВКонтакте одному, другому я просто разом записал, и все все услышали. Вот, так что я жду еще идей. Смотрите лекции, читайте, обсуждаем, все будет круто. Свои идеи тоже присылайте. Вот, я вот здесь бы, вот эту идею, я бы очень хотел увидеть как кино. Но пока нет кино, я бы хотел увидеть видео оформленное как идею. Посмотри, пожалуйста, первую лекцию и попробуй сформулировать. Я бы даже, может быть, ну, типа, это очень интересный может быть проект. Тоже касается вот, вот, вот это вот, интересно. Может быть, как-то с Сашей кооперироваться. Посмотри, что он делает, может быть, это уже то, что он делал. Вот, и теперь главный вопрос. Вопрос, куда мы двигаемся, про героиню-антагониста. Значит, что я хочу, что я сейчас буду заниматься для себя. Оформулирую, что рассказываю, значит, у нас тема «Мир персонажа» в следующей лекции будет. Предполагается, что на каждый лепесток персонажа, который мы обсуждали в прошлый раз, должен быть свой антагонист. Ну, по крайней мере, я так люблю делать. И обычно, ну, как стандарт голливудский, это один антагонист. Но я люблю, когда у героя конфликт с каждым персонажем фильма есть какой-то. И начинать, естественно, нужно с главного. Это антагонист. Который, либо он бьет сразу по всем, как, допустим, в фильмах супергеройских, или в любом фильме, написанном по классической схеме пути героя. Там антагонист во всем сильнее героя, и он развивает его по всем фронтам. Мне лично, опять же, это вопрос вкуса, поскольку я сейчас для себя действую как от своего вкуса, а не как бы не пытаюсь чужие какие-то идеи воспользоваться сценарными, то имеется в виду схему. Мне ближе история, что антагонист боится не во всем против героя, а только за самое дорогое, что у него есть. Вот мы там разбирали крестного отца, как один из интересных референсов к нашей истории. И там антагонисты, вот эта зловещая сила мафии, она воюет против семьи героя. А семья для него самая дорогая. То есть, если бы они его хотели убить, он бы не был так активен. Или если бы они просто что-то украсть хотели. Мой личный метод понять, что самое дорогое, это представлять себе героя и давать ему выбор. Вот в фильме, о чем говорят мужчины, есть забавный момент. Там герой, когда не может определиться с чем-то, садится в комнату с двумя нацистами. И они ему говорят, ты вот Лену любишь или Катю? Говори или убьем. И он принимает решение. И мне кажется, что нашего героя тоже можно посадить в комнату с двумя нацистами и спросить, вот тебе что дороже? Мужская идентичность, которую, как я понимаю, в нашей истории будет изображать брат. Или собственная жизнь. Но я думаю, что она выберет жизнь. Жизнь своя или жизнь брата? Ну, опять же, это вопрос вкуса. Но я всегда люблю героев, которые свою жизнь ценят меньше, чем другие. Поэтому я выберу жизнь брата. Вот хороший вопрос. Жизнь брата или жизнь матери? Не знаю. Я бы здесь написал своя жизнь. Ну, то есть, наоборот, убить себя. Это у Акунина хорошая такая есть. Хороший один из... Ну, типа он билетрист, но у него есть пара сильных моментов. Это в неклассном чтении была такая история, что приходит к нему маньяк и говорит... Ну, он не знает, что он маньяк. И маньяк ему говорит, вот у вас двое детей. И у вас, как выбор Софи, вам говорят, выбери одного. Один выживет, второму убьем. И главный герой говорит, никогда не выбирайте. Бросьтесь на шею мучителям, убейте себя. Но никогда не выбирайте. Не делайте этот выбор, что бы то ни стало. Он говорит, он объясняет это так. Даже если есть ад, там не может быть более ужасной пыткой, чем то, что вам предложили. Вот. Мне кажется, что здесь... Ну, то есть, мне симпатизируют таким героям. Я не могу с собой ничего поделать. Выбор Софи, меня... Я не могу. Ну, в смысле, убей себя просто. Хуже не будет. Хуже быть не может. Ну, вот тут я сейчас задал, душа или жизнь. Потому что... Ну, я не знаю, что такое душа. Поэтому я бы сказал, душа. Но поскольку нет конкретного выбора, то нет. Вот я задал, память или жизнь. Память, болезнь, боль страшная, расставаться нельзя. Это идея про брата. Опять же, что забыть брата или умереть. Не безинтересно, но пока не знаю, как сделать. То есть, мне хочется эту тему вместить в фильм. Мне кажется, что она, конечно, не забыла корни. Просто это такую боль ей причиняет, что она старается от этого избавиться. Но только не ценой жизни брата. То есть, этот вопрос я бы поставил куда-нибудь ближе к началу фильма, где еще накал страстей не так велик, и его можно поставить. То есть, еще вопрос не про жизнь, а, например, память или душевный покой. Я бы вообще вот эту тему главную в Москве сделал. В Москве. Я бы с нее начал. Что психолог предлагает там таблетки, да, от которых не будет больно. А она отказывается, потому что брата забывает. Может быть, начать бы, наоборот, с того, вот я сейчас уже начинаю придумывать, начать с того, что она отказывается от таблеток, потому что из-за них забывает. Мне кажется, это могла быть сильная сцена. Но, опять же, не про антагониста. У нас психолог не является антагонистом. психолог мог бы быть антагонистом вот в этом вопросе. То есть, для героини важнее память. Психолог. Для него важен душевный покой пациента. Для героини память о братья. это хороший конфликт. Мне кажется. Можете поспорить. Кстати, ребят, опять же, приветствуются комментарии. То есть, вы посмотрели лекцию, просто пишите мне. Вов, я не согласен. Я считаю, что это хорошая тема. Я считаю, что можно сюда вставить. Я всегда отвечу. Я всегда рассмотрю, мы всегда обсудим. Сейчас просто мне легче было. Я решил, что ваши истории показывают хороший кейс, чтобы его показать другим ребятам и объяснить, что такое идея и как вообще с ней работать. Вот. Я тут еще себе написал на память. Вот мне просто пришел такой образ, когда я, кстати, прочитал историю Димы. Вот эту. Про сумасбродного, про полысмурта. Я подумал, было бы интересно. И, кстати, вот, ребята, простите, я сейчас не найду быстро, кто сказал, очень глубоко трогательная история. По-моему, это было Рима, рассказала про Петю Пророка. Я подумал, что это был бы классный антагонист. Ну, то есть, если он пророчит смерть, вот я себе написал, он пророчит смерть, а потом сам его сбывает. То есть, он потом сам убивает и вышло, что он прав. Вот. А все его считают безобидным, сумасшедшим. А он на самом деле одержимый. Вот это интересно, что если на место знахаря претендует вот этот вот товарищ. Но, несмотря на то, что мне очень нравится этот образ, и он такой, ну, с ним можно поиграться именно в ужастик, что он будет такой просто странный хрен, там кажется, что он опасный. То есть, он такой, он кажется другом. Мне что смущает? Я не понимаю, какой он выбор это ставит перед героиней. Вот здесь, по примеру того, что такое антагонист по какому-то лепестку, это лепесток боль. Да, кто внимательно лекцию смотрел. То есть, здесь я не понимаю, против чего антагонист. Ну, то есть, какой вот этот товарищ может поставить выбор. если бы я каким-то... То есть, если он пророк, да, и давайте, давайте, вот я сейчас поэкспериментирую, подумаю. Если он пророк и его пророчества о смерти сбываются, то может быть, он и может выбор брат, брат или мать. Ну, то есть, когда мы убеждаемся, мы зрители, давайте, когда зрители, когда... Не обязательно зрители, когда зритель, когда герой убеждается, что предсказания о смерти всегда сбываются, он говорит, что умрет кто-то из них, и она пытается пожертвовать собой. найдет жертвовать собой. Еще раз, про идею я с самого начала говорил, что будет этот эпизод. Что если эпизод самопожертвования, обязательно должен быть для меня. Это мое мнение, и поскольку я могу решить, ну, я так просто буду делать. Можем обсудить, давайте поспорим об этом. Я готов защитить эту позицию. Когда герой убеждается, сказания о смерти всегда сбываются, он говорит, что умрет кто-то из них. из брата или брат или мать. Вот ключевой, самый страшный вопрос это вот это для нее. Двое самых дорогих ей людей. Кого выбрать? Никого не выбрать. Убить себя, пожертвовать собой. Возьми меня. вот так вот, мне кажется, этого антагониста можно было бы поставить. Вот это то, что, еще раз, я сейчас не был уверен, что я дам ответ на этот вопрос, потому что, может быть, я придумаю что-то еще более ценное, просто я сейчас не могу ничего придумать более ценного. Мне кажется, что для любого человека, и особенно для любого семейного Вудмурта, который привык жить правильно, это будет самый страшный выбор. Я ни другого не могу. У нее нет детей? Возлюбленные? Ну, тогда, опять же, возлюбленные или мать? Я бы возлюбленного просто ребят бы убил бы до того, как поставил этот выбор. То есть, я любовный интерес бы убил, чтобы ей было страшнее жить. Никто же не ждет, что мы его убьем. Так что, я бы, вот сейчас, на уровне, который я сейчас размышлял об этом, до этого, я бы оставил вот такого пока что антагониста. То есть, он хочет заменить... Отец был правильным Пуно, да, Пуно, а антагонист неправильный, то, что Татьяна говорила, которые говорят, что они неправильные, на самом деле, ничего не знают. Вот этот ничего не знает, но все ему верят. И он такой, и он всех убивает, чтобы все ему поверили. При этом, явно у него есть какая-то связь с этими силами, просто мы возвращаемся к нашей идее. Помните, да, идея в том, что силен тот, кто подчиняет себе эти силы. Вот этот антагонист, он подчиняется силам. Он подчиняется силам. Да, то есть, в этом смысле, он идеологический, он антагонист. антагонист. Он раб. Раб животных злых сил. Он идеологический антагонист, потому что он раб, а героиня свободный человек. Но хватит ли ему вот, хватит ли этой мотивации? То есть, несмотря на то, что герой, ну, как бы, понятно, что он, то есть, он как бы, как литературный образ понятен. А вот, что им движет? Он хочет быть, он хочет власти, получается, да? Он хочет власти и уважения, которые дают статус знахаря, да? Получается, зависть им движет, да? К брату, сестре, матери, вот этим наследником. Ну, тут опять же, вот интересно, что, я надеюсь, я правильно написал, ну, поправите меня. Сейчас, не буду искать ради этого. Зависть, брат, сестре, видите, у нас же, Пуно, может быть, это же только по наследству. почему он решил, что он может это. Может, он какой-то там бастард, да? Бастард, плод измены отца. Ну, типа этого, Рамси Уолтона. Ну, так-то логично. Ну, то есть, если, логично, что он был бы наследником его. Брат, получается. может, он и братом мелкого убил. Чем хорошо, я сейчас на вас, при вас думаю, это не факт, что будет. Чем хорошо вот это отношение с матерью интересное будет. И его матери, и матери нашего жениха, женица, женица, знахарьпуна. Могло быть такое? Ну, то есть, теории могло бы, есть какой-то злобный пасынок, который хочет этому следовать. И вот он это берет. Ну, тогда, видите, а не слишком ли он очевидный тогда претендент? Ну, то есть, тогда, как он не слишком ли он очевиден? Не сразу ли будет понятно, что он всех выубивает? можно избавиться от этого? Можно от этого избавиться, если дать ему алиби. Вот, если будет алиби, то нет. Опять же, оно может быть какое-то сфабрикованное. Опять же, у нас же все-таки не совсем, у нас же не детектив НТВ-шни, у нас же мистика. Ну, то есть, он каким-то образом мог бы отмазаться. Ну, чтобы мы, допустим, мы как зрители знаем, что он не причастен к какому-то убийству. А остальные не знают. Ну, как алиби, например, он там ходить не может. Типа. Зритель видит его в другом месте. Герой видит его в другом месте. Нам кажется, то есть, почему нам кажется, что невозможно, что он это сделал? Может быть, он у него наоборот, он показной послушник, да? Кажется, что он больше всех борется с этим злом, да? Ну, главный борец советует... О, вот это интересно. Что-то делать, чтобы не убивали. Его не слушают, он убивает. Вот это интересно. Получается, что он таким образом добивается власти, да? уже цель власть, раб живых сил, цель подчинить всех остальных. Как он этого добивается? Он говорит, вот ты не ходи туда. Апуно сказал, ходи туда. Он не пошел туда? Он пошел, он не пошел туда, его убили. Он говорит, видишь, я более могущественный. Почему? Потому что он сам его убил. Ему начинают слушаться. Кто начинает слушаться, тот выживает. Может быть, он как Станис Братеон. Он и он сам, и он и тень. То есть, он как полы смурда и живым, и мертв нертв. То есть, может быть, он сам какой-то бездвижный и ничего не может. А его какой-то злая злыдня всех убивает. И какой конфликт тогда с дочкой получается? Чтобы не убивали. Видите, я при вас начал думать, мне на паузу поставить. В общем, вот такие вопросы я тебе сейчас задам. В принципе, сейчас я на этом этапе нахожусь. То, о чем я думаю, кто главный антагонист, кто убийца, кто человек, с которым она должна бросить вызов в конце. Вот, наверное, вот он. Почему? Потому что мне хочется, чтобы она его убила, как и было в сценарии изначальном, Сережином. А чтобы она его убила, он должен быть ну совсем мразь. И чтобы она его убила, это не выглядело как какая-то чрезмерная жестокость. И понятно было, что либо она его убьет, либо он замочит его брата и мать. Вот, ну, такой, наверное, мог бы быть таким. Такого убьешь, не жалко. Бастард, но, опять же, брата убить. Хотя, ну, почему нет? Но, опять же, вот, к слову, про скелет в шкафу. Вот, такой вот скелет в шкафу там мог бы быть. И, к слову, про баланс между мирами. У тебя там баланс между мирами? Вот, вот этот баланс, да, возможность плата, вот это вот все. Может быть, вот он убил младшего и такой вот стал злодей Каин и Авель, да? Каин и Авель убил брата и стал могущественным. кстати, да? А он такой, да, он такой показной язычник, да, такой, типа. Ну, понятно, он же без отца рос, хотел бы отца. Вот, кстати, интересно, что, вот, опять же, я сейчас не найду, кто сказал про парнишку, который всех бил и потом ментом стал. Ну, вот, такое, как это безотцовщина с бабушкой рос, да? Мать повесилась, опять же. Вот он знает, что он бастард, нелюбимый. Хочет власти, добивается ее, борется со злом, вот. Пока отец был жив, он этого не делал, а потом отец умер, он начал это делать. Ну, опять же, зло из себя выпустил. Здесь, с этой историей много вопросов, но вот интересно еще вот какой. Сейчас я себе вот напишу. Да, был братом между мелкого, всегда сбывается, как он это делает. К слову, вот это вот называется, как действует. Всегда. Коварно и властолюбиво, да? Коварно и властолюбиво. Вообще, коварно просто. Вопрос, какой был? А не слишком ли логично? Ну, потому что ужасы подразумевают какую-то неразга тайну, какую-то тревогу. А тут все слишком логично. Ну, для ужасов. Может быть, здесь... Ну, то есть, может быть, вот знаете, что? Вот что бы могло спасти? Если бы он, конечно, был, но, то есть, он сам, как... То есть, если бы он не сам это делал, а вот все-таки вот эта сущность это делала. То есть, он ее не контролирует. Вот если я смогу поднять, как сделать, вот что он раб, а не хозяин, то есть, сейчас, когда мы говорим, он всех убил, кажется, что он хозяин, что он могущественный, вот могущественное зло. А он слуга этого зла. И вот, если это удастся показать, то тогда это вот хороший будет персонаж. То есть, если он не сам по себе сильный, вот что важно. Он не сам по себе сильный. Он сильный, потому что он проводник зла. и он именно на эту силу покупается, потому что его цель где там, где, вот, хочет власть и уважение. Потому что он продает свою душу, да, за зло, чтобы быть могущественным. Продал душу за могущество. И он, как бы, вот проводник этого всего. Может быть, его как-то, знаете, вот интересно, если его ничтожность, вот в этом зле показать. Может быть, он не сам убивает, там, не знаю, собаки загрызают. А он только, только кишки убирает и блюет при этом. Извините за подробности. То есть, я пытаюсь найти образ, что он слаб, что он сам бы никогда этого не смог сделать. он сам бы никогда никого не смог бы убить. Вот интересный образ был, не помню фильм, какой там, чувак маску одевал и... где что было? Для сериала? Какое-то известное, что-то известно. То есть, он сам, он одевал страшную маску и делал все. А когда снимал, нормальный, огромный человек. Забыл. Забыл, кто это сделал. Может, какой-то мультик. Просто образ вспомни, что чувак одевал какую-то маску. Но в Удмуртской я не встречал нигде про маски, так что, может быть, это и не нужно. Потому что это не совсем, ну, не в Удмуртии. Скорее, Африка какая-то. То есть, он, вот, как это еще показать? Не могу убить. Он сам полен страха. Полен страха. Ужаса. Но именно это его и толкает. Вот. Заставляет идти все дальше. То есть, он и в ужасе, он и в сладыка. Да, вот это интересный персонаж. Тот, который мог бы против... Ну, то есть, он, да, в нем есть вот это все, что... что есть. Ладно, ребят, спасибо, я буду дальше думать. Мне сейчас уже... Ну, мне неудобно говорить одновременно и думать. Поэтому я вас оставлю с этим пока что. Запишу лекцию, надеюсь, четверг, как обычно. Уже где будет разобран мир персонажей и какие-то первые идеи. Вот, спасибо, Дима. Рад, что ты включился так подробно. Все, видишь, все читаю, все разбираю. Об этом думай. Пересмотрел модуль идея, попробуй написать. Сережа, спасибо, классно, что ты вернулся наконец-то. Саша, классный фильм, оставим ссылку. Вот, пока что я думаю вот об этом. Пока что мы движемся вот сюда. Думаю, что мы пока что я вот из этого буду исходить. Вот, вот, тут вот есть какой-то для меня важный, важный, важная мысль есть. Важный антагонист, которого бы не хотелось изобразить. Всем спасибо, до встречи в следующей лекции. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.